Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня Без Фанатизма. Начинаю готовить. 250 грамм лука мелко нарежу. В сковороду добавила сливочное масло жирностью 82,5%, 10 грамм. Включила нагрев и добавляю сюда нарезанный лук. 50 миллилитров горячей воды накрываю крышкой и начинаю готовить. 200 грамм морковки нарежу вот такими полукольцами. Отправляю морковку к луку и продолжаю готовить под закрытой крышкой. 400 грамм куриной грудки нарежу некрупным кубиком. И отправляю куриную грудку в гости к луку с морковкой. 700 грамм кабачков молоденьких быстренько нарежем ломтиками. Кабачки спешат присоединиться к нашей вкусной компании. И готовим под закрытой крышкой минут 10. В процессе приготовления добавляю еще 100 миллилитров воды. Прошло 10 минут. Почти все готово. Теперь добавляю пол чайной ложки сухого чеснока. Одну чайную ложку приправы карри. Карри бывает острая, бывает не острая. У меня не острая. Мне она больше нравится. И добавляю чайную ложку молотого кориандра. Солю по вкусу. И добавляю немного черного молотого перца. Также по вкусу. Теперь я добавляю сюда 200 миллилитров жирного молока. Жирность 6%. Я их использую вместо сливок. Добавляю рис. Уже отварной до готовности. Я взяла 100 грамм пропаренного риса, обработанного паром. Отварила промывным способом до полной готовности. У меня получилось 400 грамм. Теперь все перемешиваю. Что значит промывным? Промывным это бывает не сливной способ. Это когда налили воды, добавили рис и готовим до готовности. А промывной это рис варится в большом количестве воды. Откидывается на дуршлаг. И промывается таким способом. Мы снижаем количество нежелательного крахмала до минимума. Дадим хорошо закипеть. Теперь посыпаем тертым сыром. Сыр у меня всего-навсего 50 грамм. Ну, кто любит. Я очень люблю расплавленный сыр. Кто не любит, можно не посыпать. И выключаем нагрев, закрываем крышкой и даем постоять минуты 3. И можно подаваться. Прошло 3 минуты. Друзья, посмотрите, какая красота! Просто очень аппетитно! Посыпаю свежей зеленью. У меня укропчик и зеленый лук. И будем подавать. Так. Смотри. Офигеть! Какой соус! Сыр расплавленный. Цвет вообще потрясающий. Аромат великолепный. Обалденно! Смотри. Очень вкусно. Вот как такое блюдо не попробовать. Какое оно красивое. И всего-навсего там 100 грамм риса, друзья. На всю сковороду 50 грамм сыра. А вот использование жирного молока, вот такого 6-процентного, да, намного калорий меньше, чем, допустим, в сливках. А вкус даёт сливочный точно такой же. Поэтому очень хорошо использовать его вместо сливок, жирное молоко. И какая же пищевая ценность у этой красоты? Пищевая ценность на 100 грамм всего-навсего 64 килокалория. Это разве не чудо? Кстати, куриная грудка здесь получается очень сочная и вкусная. Потому что время приготовления блюда всего 15 минут. А куриная грудка, для того, чтобы она была сочная, ей достаточно 12-15 минут. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!